И когда руководством страны была заказана новая, значительно более тяжелая машина, коллектив Миля с энтузиазмом взялся за ее проектирование. Осенью 1951 года ОКБ получило в свое полное распоряжение и солидную производственную базу – завод в Сокольниках. Весной 1952 года, через 9 месяцев после совещания в Кремле, вертолет Ми-4 оторвался от земли под управлением летчика-испытателя Всеволода Минницкого. Характеристики машины оказались даже несколько выше тех, что предусматривались в правительственном задании. Не дожидаясь завершения испытаний, вертолет запустили в крупносерийное производство. Эти летательные аппараты уже знакомы многим зрителям. Первую группу вертолетов ведет полковник Ярофеевский. Такие машины первое время сравнивали со стрекозами. Пожалуй, это слишком легкомысленное сравнение. Как видите, на борту вертолета достаточно просторно, чтобы удобно разместились и люди, и грузы любого назначения. Водитель автомобиля пока отдыхает любую с подмосковным пейзажем. За 12 лет, в течение которых выпускали Ми-4, было построено почти 3200 машин, более чем в 30 модификациях. Как и ожидали создатели вертолета, он оказался очень востребованным. Противолодочный, пассажирский, сельскохозяйственный, лесотехнический, спасательный, полярный, разведывательный, медицинский, целеуказатель, постановщик мин, штурмовик. Каких только вариантов не было. При создании модификаций был получен уникальный опыт удовлетворения самых различных запросов заказчика. Ми-4 затребовал себе даже первый секретарь ЦК КПСС Хрущев. Будучи под впечатлением от полетов в Америке на вертолете президента Айзенхаура, Никита Сергеевич сделал заказ и на собственный винтокрылый салон. Демонстрировать машину высокопоставленному заказчику летали прямо в Крепку. Вооруженный вариант Ми-4 стал первым отечественным серийным вертолетом огневой поддержки. На протяжении нескольких десятилетий Ми-4 использовались и в народном хозяйстве, составляя основу гражданской винтокрылой авиации. Машины доставляли в непроходимые места геолоту. Снабжали всем необходимым отдаленные нефтепромыслы. Работали на многочисленных стройках летающими кранами. Перевозили пассажиров. Работа была с избытками. На Ми-4 был проведен и ряд уникальных экспериментов. Таких, например, как отстрел в воздухе лопастей несущего винта. Это обеспечивало лопастей несущего винта. Это обеспечивало безопасное, аварийное покидание машины экипажа. Кардинальные изменения произошли в технологии изготовления лопастей, наиважнейшем конструктивном элементе несущей системы вертолета. Замена деревянной конструкции лопастей на металлическую по революционности была сравнима с переходом самолетостроений на создание цельнометаллических машин. Ресурс лопастей вырос со 150 до 2,5 ири. СССР в 50-е годы получил мощный вертолетный флот, достаточный для выполнения значительных задач. Кроме Советского Союза вертолеты «Миля» эксплуатировались более чем в 30 странах мира. И «Милю» за относительно небольшой срок удалось добиться внушительных результатов. Вентокрылые аппараты «Миля» уже массово использовались и в народном хозяйстве, и у военных. Продолжение следует... Продолжение следует...